Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу в центре внимания в студии Владос Дедонис. Как говорится, какой русский не любит быстрой езды и хороших песен? Если у меня в качестве литовца с первым как-то так обстоят дела, то со вторым я считаю, что хороших песен много не бывает. И сегодняшний гость наверняка согласится с этим высказыванием у нас в студии Евгений Еремин, представитель 11-го всероссийского детско-молодежного фестиваля авторской песни «Зеленая карета». Жень, привет! Добрый день! Ну, мы же разговаривали с тобой про этот фестиваль. Да. Теперь, когда вот наш региональный этап уже прошел, я хотел бы узнать, каковы результаты, как все прошло. Расскажи. Дело вот разворачивалось прям, скажем, с такими поворотами крутыми, прям киношными. Поначалу все шло очень хорошо. У нас пресс-конференцию подготовили в управление культуры с мэрией, собрали, все задействовали, отсняли, рассылки сделали. И тишина. Вот даже так? Вот, ну, просто тишина. Неделя тишина, вторая тишина, третья. Уже, ну, что делать? И здесь я вот обратился уже повторно. Уже Управление культуры переформатировало. Еще раз опубликовали, еще раз рассылка. Опять тишина. Ну, Новый год. А, согласен. Конечно, да. Вот. Я обратился к моему старинному другу Олегу Семенцу. Уважаю. Да. Вот, чтобы он у себя распространил, у него огромная аудитория. Аудитория, да. Он посмотрел, говорит, Женя, говорит, ну, это большая слишком портянка, давай с ним минутный ролик, то есть, вот, и такой мне курс маркетинга такой. Вот. И там просто обвал. Ну, сразу начали люди звонить, видимо, вот, там, где прошла рассылка, и она просто прошла механически как-то, да. Вот. Начали звонить, звонить из районов, как-то, и это все вдох. Вот, перед самым Новым годом это вот просто пошло. Да. Потом опять Новый год, опять нам продлили. Москва продлила в связи с тем, что действительно мы попросили, что немножечко такое Новый год. Продлили прием заявок. Продлили прием заявок, да. И вот уже после Нового года опять обвал, опять, и мы вышли, то есть, с нас требовали хотя бы вот для нового региона, мы же вошли вот только-только в этом году, там вот существует такая планка 5, хотя бы 5 заявок, чтобы закрепиться. Мы дали 25, да, и да, опять 25, и еще 3 заявочки, они как бы не успели, но мы их используем. Вот 28 по существу получили, да, это прорыв такой мощный, очень неожиданный, да, очень неожиданный. Но надо сказать, что просто в данном случае вот сработала вот эта схема, и когда государственная такая чиновничная структура сплелась вот с каким-то инициативным таким движением в лице Олега Семенца, и многие еще помогали. Союз афганцев очень хорошо помог, да, вот эта благодарность большая и Ващевозу, и Москалеву Владимиру, то есть, там кадетский корпус они включили, они включили военно-патриотические клубы «Тень», ну, тоже очень хорошо помогли. Ну, нужно сказать, что и ваше движение «Шуми Амур» тоже, оно… Ну, то есть, к нам-то и обратились, да, собственно, во главе всего вот этого действия стоит «Шуми Амур», общественная организация, специфика которой именно, она краеведческая, литературное краеведение. Мы и производим какие-то исследования краеведческие, вот, недавно получили такое предложение возродить романс нашего первого поэта, Волкова Леонида, где были потеряны ноты, с тех сохранился. Вот сейчас мы готовим, так сказать, романс, вот этот, да. Интересно. Вообще волна пойдет, и Александр Васильевич Урманов очень мощно это продвигает, да, наконец-то Волкову почесть такая памятная воздаться, и будет скверназан в честь него, и, возможно, бюст поставится, вот, и в том числе, вот, будем романс возрождать, будет напечатан сборник, который не перепечатывался со дня его смерти, вот, поэтому вот Шумия Муж занимается вот такими вещами, но у нас такая специфика сложилась в связи с этими заявками, которые в корне отличаются от других регионов. У нас много авторов. Вот, я об этом и хотел спросить. То есть авторы, это те люди, которые пишут сами песни, и с этими песнями уже в этот фестиваль. Сами же их исполняют, да, так, три единства, то есть пишут текст, пишут музыку и сами же исполняют. Такая косичка. Вот, и так как мы занимаемся литературным краеведением, вот, то, что мы сейчас делаем, это мы вот сейчас сеем тех, кто, возможно, когда-то станут настоящими поэтами, вот, поэтому это вот в нашей специфике, нашей организации. Ну, вот, тематика, кстати, вот этого фестиваля, она была, если я не ошибаюсь, к 60-летию полета Гагарина. В том числе, да. Но сначала год там. Год науки, да? Год науки, каждый год. Вот сейчас будет другой год, каждый год называется. И вот, да, полет Гагарина, я думаю, это нам тоже помогло, так сказать, вот, где-то так вот, потому что по-гагарински мы взлетели. Хорошо. Какие перспективы имеют в нашей области в направлении поддержки молодых авторов? Недавно прошло совещание у Виктории Андреевны Хопатько в мэрии, да, за мэра. Очень мы хорошо поговорили, нас услышали, и более того, свои какие-то инициативные встречные предложения были. Возможно, дай бог, будет создан центр авторской песни, к тому идет, ну, по крайней мере, мы говорим сейчас о возможности такой, и раз у нас есть, вот, собственно, такие заявки, вот, и мы выходим на разговор о, скажем так сказать, возрождении авторского движения вообще в городе, потому что в городе регулярных фестивалей, вот таких ежегодных, не было уже более 30 лет. И да, дай бог, и Виктория Андреевна сказала, что Олег Гатаулович, собственно, готов и согласен, и слышит наше предложение даже финансировать приезд вот какого-то человека, ну, в нашем случае, например, это может быть Олег Митяев, в город, вот, на открытие каких-то вот таких вещей бардовских. Легенда приедет? Да, да, дай бог. Но я считаю, что да, это человек действительно легендарная личность, поскольку, как сам, как автор, я пишу песни, давно это, конечно, не делал, но для меня это легендарная личность. Вот, кстати, начинайте. Я думаю, что надо будет заняться. Потому что все к этому идет, наконец-то возрождается, и мы очень рады, что и город нас слышит, и встречные инициативы выдвигают, и рады, что нас поддерживают вот такие люди, как Олег Семенец, вот так мощно поддерживают, и военно-патриотические силы поддерживают. В принципе, все сплелось, вот как-то вот, слава богу. Я думаю, что раз уж на вот этом этапе у нас образовалось 28 заявок, я думаю, фестивалю в городе быть. Дай бог, вот, дай бог. Я даже не сплевываю, потому что есть такое ощущение, есть такая уверенность. Вот хотел бы поблагодарить тех людей, которые откликнулись вот именно из тех, кто прислал, да. Это больше всех прислали заявок, собственно, к детский корпус, 4 заявки, но они как военные отрапортовали, молодцы. Школа искусств своих птенцов представила, политтехникум хорошо, финансовый колледж, аграрный колледж. Собственно, медколледж, ну, петколледж хорошо проявил себя. В принципе, еще у нас интересные такие два момента появились. Мы попросили Москву, можно ли, вот, например, совсем малышей, ну, 10 лет, например, кто не умеет играть на гитаре, но хотят очень и поют, и в доме у них поются песни, то есть со взрослым аккомпанементом. Нам сказали да, и вот у нас два таких участника, это Вера Заскотская и Яков Хмура. Они со своей, вот, с Верой Заскотской мы играем, так как мы друзья, семьями дружим. Вот, очень интересно, что когда мы снимали с ней ролик в выставочном зале, за что выставочному залу спасибо, очень хорошо нам помогли, и в том числе и библиотека Чехова, все библиотеки нам помогали с видео, и городской дом культуры. И мы когда снимали, произошло такое маленькое чудо, то есть для нас сделали локацию такую, картины, сейчас проходила новогодняя выставка мужских художников, и мама снимает и отправила своей маме на телефон, говорит, вот мы сейчас снимаем песню, а та говорит, а вы специально дедушкину картину на фоне поставили? Она говорит, нет. Оказалось, это ее прадедушка, да, ну, так было как-то, знаете, как будто вот, а он, собственно, ушел молодым достаточно, и вот так показалось, что вот такое свежее. Все срастается как нельзя, кстати. Правнук Альберта Аркадьевича Кривченко, да, с отцом они играют песню, собственно, вот такие есть моменты. К сожалению, хронометраж нашей программы не позволяет нам продолжить разговор, хотя мы с тобой об этом можем разговаривать часами. Это точно. Я поздравляю, что этот этап был такой удачный, впереди еще наверняка много интересного, в том числе мы ждем видео с многочасового гала концерта. Да, и нам областной дом народного творчества обещает, так сказать, что вот те, кто победители выйдут, они снимут ролики. Поэтому спасибо огромное и городскому дому культуры, и областному дому народного творчества. Спасибо огромное. Друзья мои, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был представитель 11-го Всероссийского детско-молодежного фестиваля авторской песни «Зеленая карета». Евгений Еремин. Творчеству жить в нашем городе. До встречи.